Всем привет, народ! Мне как-то вечером приспичило поиграть в NFS Payback, так скажем, почилить и отдохнуть с кайфом. Загуглил игру, скачал и установил все дополнительные библиотеки для игр и прочих файлов для корректной ее работы. После установки на рабочем столе нажимаю на инкунку NFS Payback. И как бы ошибка во весь рост экрана. Мой компьютер чисто меня посылает на три веселых буквы и орет, что у меня есть проблемы с DirectX и также с видеодрайвером. Ну, мол, он старый и не поддерживается этой игрой, которую я хочу запустить. Типа она древняя и все такое, обновись, либо ты не будешь чилить и не играть ни в какие игрушечки, особенно в NFS Payback. Я такой думаю, типа, ладно, сейчас зайду в интернет, скачаю последние драйвера под DirectX и как бы проблема решится. Но тут я посидел и подумал, типа, что за бред, ведь Windows 11 поддержит все старые драйвера, все старые обновления и все старые дополнительные библиотек для игр, которые идут вместе с играми. Ну, то есть, если мы устанавливаем какую-то игру, то как бы дополнительные библиотеки, которые там есть, если они устанавливаются на компьютер автоматически, то как бы не нужно больше ничего доустанавливать. Компьютер просто хавает, а точнее Windows 11 и как бы запускается. А тут все наоборот. Я недавно установил Windows 11 на свой Mac и все остальные естественные игрушки, в которые я играю. Это старые, новые, то же самое, GTA 5 и прочее. Компьютер никогда на них не матерился, и особенно на какой-то DirectX и прочее системное обновление. Ну, то есть, я установил Windows, установил все драйвера из-под буткемпа, ну, у кого яблочная техника, тот знает, что это за геморрой, и как бы все просто чилилось и работалось. Я такой думаю, типа, ну ладно, окей, ведь мне стоят последние все драйвера. Зачем мне париться? Особенно видеокарту, потому что из-под буткемпа, когда iMac устанавливает на видеокарту видеодрайвер, он ее скачивает с интернета и, естественно, как правило, это последнюю версию. Но, как оказалось, он нифига не скачал не последнюю версию, а практически предпредпредпоследнюю. Либо же он где-то ее не скачал и не увидел, либо еще в чем-то проблема. Короче, я ХЗ. Поэтому я стал, в общем-то, гуглить последние драйвера для моей видеокарты. У меня, в общем-то, стоит видеокарта GTX 775M на 2 гигабайта. В общем-то, неплохая видеокарта по тем временам была. Да уж, тем более, в 2022 году как бы видеокарта вытягивает даже современные кое-какие игрушки и можно поиграть. И мне было бы очень сильно обидно, если бы компания Nvidia просто на это бы забила и, естественно, я бы не нашел никакой трайвер. Но, слава богу, я зашел на официальный сайт Nvidia, скачал драйвер. Если у вас Nvidia, то скачивайте с официального сайта Nvidia. Если же у вас AMD, то с официального сайта AMD. Нигде и ни с каких сайтов больше лучше, конечно, не скачивать. В графе выбираем нашу видеокарту. У меня, естественно, это GeForce, серия GTX, 775M я выбираю, 2 гигабайта, но, как правило, там этого нету. Форсируется последнее обновление под Windows 10 и скачиваем. И да, кстати, если у вас Windows 11, то под Windows 11 по факту нету драйверов. Поэтому вы же выбираете графу Windows 10, 64 бита, либо 32. Ну, у меня 64-битная система, поэтому 64. Ставлю галочку, скачиваю видеодрайвер и, в общем-то, устанавливаю. Как открывается у нас установочное окно, естественно, мы соглашаемся со всеми правилами, не меняя никакую директорию библиотеки и устанавливаем туда, куда сама программа просит. И да, кстати, если у вас видеокарточка серии 600 GTX, то драйвера не нужно будет старые сносить. Во время установки можно поставить галочку, чтобы он удалил старые видеодрайвера и установил, естественно, те, которые мы сам последние скачали. Потому что я знаю, что на 500 серии такого нету. То есть, по-посу там такого не поддерживается. Поэтому имейте в виду, если у вас 600 версия, как повторюсь, либо 700 версии и выше, то вообще не запаривайтесь. Естественно, после этого нужно будет перезагрузить наш компуктер и посмотреть на ситуацию. Естественно, кликаем на иконку нашу NetForceBit, запускаем игру и смотрим. Естественно, перед тем, как зайти в NFS, я лично немножко портфорсировал себе видеокарточку и разогнал ее, потому что у iMac немного урезаны частоты, и как бы игры будут тормозить. А с разогнутым видеопроцессором процесс этот становится более приятный, так можно сказать. Поэтому смотрим, если игра запускается, нет никаких ошибок, ничего у нас не крашится, значит, мы все сделали правильно. Но если игра не запускается, естественно, опять он просит какие-то драйвера, либо же он долбит в ответ, что у вас проблемы с DirectX, то знаете, у вас проблемы не с DirectX и не с видеокартом, проблемы уже идут вкроются в нечто большее. Значит, у вас нету никаких-то драйверов, либо обновлений под драйвера вашей системы. Ну, то есть, это касается материнской платы, каких-то контроллеров цепи питания и прочее, 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 через которую вы, в общем-то, пункт, через пункт управления должны посмотреть и убедиться в том, что там стоит последнее обновление. Бывает так, что на материнскую плату, на какой-то контроллер, к примеру, нету какого-то обновления, и за счет этого система может очень сильно делать мозги. Поэтому проверяем, убеждаемся, скачиваем и обновляем последние драйвера от производителя, которые вам нужны, и, собственно, опять перезапускаем систему. И картина, естественно, должна поменяться. Поэтому ставьте палец вверх. Если вдруг чего, подписывайтесь на канал, либо дизлайк, пишите комментарии. Всем буду рад. Не прощаю.